Дай почитать. Книги Тома Нилана «Битвы за еду» и «Войны культур». Автор, по его признанию, хотел стать поваром, но его ожидала неудача, и он стал антикваром-историком, основателем магазина «Паза Букс», торгующего редкими антикварными томами. Открыв несколько букинистических магазинов, Том Нилан объединил две жизненные мечты в одну. Он стал интересоваться первопечатными, особенно кулинарными книгами, прежде всего о кулинарии позднего средневековья XIV-XV века. Первым блюдом Тома Нилана стал цыпленок, приготовленный по рецепту XII века. Там предписывалось сначала извлечь из тушки все кости, затем их очистить, сварить, после чего снова навертеть на них мясо и пожарить так, чтобы цыпленок выглядел как настоящий. Кухня средневековья не просто причудливо странная, она вообще не похожа на нынешнюю. Следуя рецепту из манускрипта XIV века, Том Нилан решил приготовить павлина. Для этого он отправился в Майами, где павлины просто разгуливают по улицам. Подошел к птице и не смог ее задушить. А ведь после удушения нужно содрать с павлина шкуру, обжарить, после чего вернуть шкуру на место и подать так, чтобы казалось, что это живая птица. С Томом Ниланом не поспоришь, когда он утверждает, привыкнув к большому выбору пищи, мы забыли, что в прошлом кулинария была крайне серьезным делом и развивалась методом проб и ошибок. Любая возделываемая в Европе культура есть итог тысячелетней доместикации, а наказанием за съедение ошибочного продукта часто становилась болезнь или смерть. Сарказм, эрудиция, прекрасный слог, умение, историю, гастрономических увлечений человечества описать ароматно, живо и аппетитно – главное качество Тома Нилана. А еще просто потрясающие иллюстрации, гравюры из оперы Бартоломео с Каппи 1570-й или пиршество, приготовление пищи и прочее 1549-й и многое другое. Книга Тома Нилана похожа на кулинарный детектив, где можно узнать, какова утилитарная функция майонеза, как какао разрушало империи, как лимонад спас Париж от чумы, как разведение карпов могло бы избавить мир от крестовых походов, как разгорались гвоздичные войны и кондитерские конфликты. Еще много поразительного в книге Тома Нилана «Битвы за еду» и «Войны культур». Но то, что покорило меня окончательно, дорогие слушатели, это то, что чудесная книга отпечатана в Кирове на улице Московской «Знай наших». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!